Все документы, предлагаемые читателям, связаны с одним человеком Лапкиным Игнатием Тихоновичем. Но он не главный герой этой книги. Главный герой Слово Божие. По оповеди которого он поскопил свою жизнь. Вот как начинается, жизнь моя шла, сейчас я рассказывал, как я уверовал через Слово Божие после службы в армии. А дальше начинаются, видите, какие слова. Тут два священника дают отзывы. И везде фотографии. Это я для библиотеки. Видите, я раздаю. Вот она, привез в библиотеку. Это моя мама. Это я из армии, когда вернулся. Показать. И это документы. Вообще все из одних документов. Какая газета Алтай, что печатали. Вот о деревне, о лагере, о выступлениях. Это как срез истории. Кроме того, я проповедник-миссионер. В моем доме многие сектанцы стали православными и батюшками. Даже магистр богословия теперь. Это необычно сказать, так на себя ты это не возьмешь. И оно необычно в том, что обычно как миссионерам. Тот плохой, я хороший. У меня другой подход. Тот хороший, я плохой. Но у нас есть то, чего у других нет. Слава отвечает, что с тех там по любой теме. Почему у нас? Ну почему мы признаем Божью Матерь преблагословенную. У Серки, знаете, это я в университете веду занятия. Вот златоуст мой начитанный. Это ректор пришел, доктор наук по профессору. Это диссидентка была сослана в Алтайский край Зоя Крахманникова. Это в лагере я занимался птицами, арнегологиями. А где в лагере? В детский лагере, который я начал в детском лагере. Это 40 лет. А Виктор Николаевич старший воспитатель. 15 лет там бесплатно. Зиму он преподает в школе, государственной школе. Людям нужно сегодня, это корреспонденты все, нужно сегодня пристаннее взглянуть на небо и на себя. Ну, видите, какой развал. Я не знаю, насколько кому это известно. 17% Надежды Крупская считала национальной катастрофой разводов. Сегодня за 85 за хмюстами. Что, нормально? У нас в школу идут дети. В 8 классе уже не знает кто. Уже найти девственность вопрос. Мусульман какой? 100%. Они умели сохранить. Нам учиться надо, а не злиться. И учиться везде. Петр Первый имел персень, на котором написано было «Аз, требуй учащих меня». Все время ищу учителей. Вот книги об этом и говорят. Я всю жизнь учился. Учился старательно, а уж как в жизни воплотить пришлось. Но думаю, что бескомпромиссно прожил. Повторю, вот этот новый завет в таком виде издать с откровением, апокалипсисом. Нас это, это Господи. Все видят, мы бескомпромиссно идем. Зачем вы это делали? Всю жизнь положить на это. А я вижу, как люди возрождаются, живут по-другому. Вы хозяева. Никто не имеет права прикасаться к вашим книгам, кроме вас. Никаких цензоров Бог на диме не ставил. У меня цензор. Совесть моя и Бог. Я занимался Словом Божиим. У этих книг очень много друзей, но не меньше и врагов. А почему? Потому что они написаны взглядом выше голов. Так сказал Бог, я сказал, а человеку не нравится. Ну все-таки написано, Христос торгашей изгнал. Кому это понравится, тот, кто торгует, десятки раз перепродает. Им это никак не понравится. Я говорю то, что Бог сказал. Серафим Саровский три дня молится о русских пасторах, священниках. И Бог ответил, не пощежу, не помилую. Кому это понравится? Но это так. Это современник Пушкин еще был. А сегодня что говорит? Патриарх выступает, нанимает этот, есть такой, есть здесь, как это, Жданов Владимир Георгиевич. Он президент противоалкогольный где-то. Специальное собрание со священниками, которые спились. Патриархия его просит. Ясно, что нам надо работать и работать. И, конечно, самая лучшая проповедь, это наша жизнь. Так называемая Пятая Евангелие. Вот это вот один из третий том. Это отдельно, как образовывается община. Допустим, первый раз вы решили подруги. Давайте соберемся вместе. Почитаем, а что тут написано? И вот здесь написано, о, Евангелие от Марка, как изучать его. Все, оно написано здесь, вот оно идет. Рассчитали, все участвуют. Евангелие, которое в церковь выходит, якобы носит и кричит, гневлет. А теперь, как его понять? Я как-то, Тюменцева там у нас есть. Зашла директор и говорит, а у вас что-нибудь про старобрядцев есть? Мне доклад надо делать. Глава 11-й дом. Она его подможкой пошла. Это 180 лет, что о них сказано, что они хорошего дали. Все здесь. Здесь нет критики. Здесь делается, он спрашивает, как книги назвать. А вот как назвать можно. Открытым оком или во свете Библии. Вот первое, что я открываю в любой книге, первая страница, она сразу начинается. Вопросы и ответы во свете Библии. То есть я сравниваю со Священным Писанием. В каждой книге 3000 выдержек из Святой Библии. Я беру за основание и от нее уже исхожу. Потому что это бесспорно для католиков, для православных, для всех стихтантов, для всех Библия это неприкасаемо. И он это не считал для себя унижением сказать, нет, я так не смогу. Это какой язык, красочность, литературность, соответствие оригиналу. Он делает сравнение с греческим, с латинским, с арабским. Это знание, не поддающееся измерению. У меня Бог дал знания, все признают. Но я ни с кем себя не сравниваю. Я всех считаю себя. Да нет у меня специального образования. Я учился все самостоятельно. Вот чтобы включить сюда из Святых Отцов, я должен назвать 300 томов полиантов. Держать. Стихи показывают, а 20 тысяч файлов я перед студентами должен был стихотворение. Про крыши назвать, поставить его. Здесь вот 3467 моих стихотворений. Они необычны. Против каждой строчки местописания, откуда взята мысль. Ну, сказать, я поэт, а отнюдь. Я даже побоялся бы этого. Как Евгений Тушенко говорил, у нас, да, три поэта есть. А кто же это? Ну, кто? Белла Ахмадулина, это первая жена. А вторая, кто там, где-то? А третья? Ну, понятно, что я. Он даже в этом, понимаете, в этом видена красота юмора. И вот в книге они все написаны как бы с юмором, с каким-то над собой. Я не такой. Не такой. Но меня Бог избрал и сказал, иди, и чтоб тебе не попало, иди возвести. И вот он по стране, иди, до война столько доехали. Здесь захватили пол Европы. Если вы в интернет зайдете, там буквально переполнено. Ну, 970 роликов, это фильмов столько. Ясно, что мы что-то делаем не то. А для чего делаете? Один ответ. Мой народ, моя страна в грозной опасности. И поэтому я сделал все, чтобы было по-другому. Поставим задачу истребления славянских народов на здоровом уровне. Это выступает депутат в Государственной Думе. Я верю, будет только то, что Бог допустит. Милость Божия велика. Он нам отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Мы счастливые. И для Бога живя, мы будем другими. И сын, и дочь Олимпийской чемпионы. Это в одной семье вообще. Самый большой враг тещи. Запился на мертву. И вдруг обратился к Богу. Подошли люди. Он покаялся. И теперь по всему миру едет, свидетельствует и поет. Вообще не выскажешь. Я говорю, к теще, когда подошел, говорю, как не подойти, когда покаялся-то. Это самый злейший враг-то. Я впервые, говорит, назвал ее маму. А дети уже, за своих детей. Я подошел на кухню, говорю, мама, прости меня. Она, говорит, испугалась, чуть не упала. Он говорит, ну как это может быть? Мама, я покаялся. Она не повернула, говорит. Я другой сейчас. Какой ты другой? Ты алкаш законченный. С работы выгнали. Бог все останавливает разрушенное до основания. Вот я обмотаю недостатку, у меня механическое повреждение. В армии было нормально. Но мне это послужило во благо. Я другой раз выступаю где-то. Ну и бывает, кому-то не нравится. А я говорю свое. Да тебе же он говорил плохо, а ты такое хорошее. А я ничего не слышал. Я не слышал, ко мне никак не относится. То есть даже что у тебя нету? Благодари Бога. Никогда не ропщи. Никогда не завидуй. Я болею. А я не болею. Я еще ни одной таблетки не съел. Так ты ищи, что у меня пять юрин позади. Мне 26 лет выкручивали. И ничего они не сделали. Почему? С Богом. А теперь едут и бывшие, которые там полурор, там судья, берут эти книги. Бог все делает по-своему. Ты только доверясь. Видите, ваша библиотека, любая она, она содержит в форме слова «библия», «библиотека», «библиотека», «книгохранилище». Вот так много добра может сидеть показать нам нужную книгу, чтобы человек взглянул на небо. Вы видите, как у меня написано. Кавычки. Я не книзу беру, а открытым оком. Как бы на сердце, глаза поднимаю. Ну, гляньте, люди. На корешке там вот так написано. Видите? И откуда место писания? Чтобы человек задумался. Я себе не принадлежу. Есть такое выражение. Одна спасенная душа дороже целого мира, полного золота. Потому что сотворить планеты, золото, Бог сказал, да будет и есть. А чтобы спасти кого-то, он должен был воплотиться от Дева Марии. Умереть на кресте, пролить свою причистую кровь в восстановлении грехов. Это большая цена. И поэтому мы должны для Бога жить. С полной отдачей. С стопроцентной отдачей.